Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. У меня на протяжении длительного времени есть проблема. Мне всегда кажется, будто все смотрят на меня и смеются, хотя я прекрасно понимаю, что это не так. Когда в голове начинает... А когда в голове начинает раздаваться смех, становится еще хуже. В эти моменты хочется куда-нибудь спрятаться, я начинаю сцветулиться, спотыкаться, неровно идти, заплетая связи. В целом он стал выглядеть реже, так как только там чувствую себя спокойно, если я себя просто накручиваю, или мне уже давно пора к психологу. Можно ли что-то с этим сделать? Довольно странные по своему построению вопросы, на мой взгляд, потому что вы пишите, можно ли с этим что-то сделать, или мне уже давно пора к психологу, вот, либо я себя накручиваю. Ну, понимаете, вам надо к психологу, даже если вы себя просто накручиваете, потому что вы себя накручиваете, это симптом. Это психологическая такая, скажем так, проблематика, которую нужно в общем и целом корректировать. Вот, и, как бы, накрутка здесь сама является основанием для того, чтобы пойти к психологу. Но, в принципе, я бы сказал, что у меня есть, ну, у меня возникло такое ощущение, да, что вы как будто бы, вот, знаете, хотите, ну, чтобы вас убедили в том, что, ну, ничего, ничего, как бы, страшного не происходит. Вот. Хотя вы сами, в принципе, описываете ситуацию, по сути, ну, в которой ваше качество жизни довольно сильно падает из-за вот того, что происходит. Вот. И для меня, конечно, в этом смысле загадка, да, почему вы сомневаетесь насчёт того, ну, вот, надо вам идти, там, условно говоря, к психологу или нет. Вот. Надо, конечно, потому что вы людей боитесь себя, как бы, обесцениваете, получается. Вот. Надо, конечно. Дальше, значит, вы пишете вот о том, что, значит, ну, вам кажется, что на вас все смотрят, вам кажется, что на вас все смеются и так далее. Это, в общем и целом, на мой взгляд, про страх осуждения. То есть вы боитесь осуждения, вам кажется, что что-то с вами не так, вам кажется, что какая-то вы не такая, и вам, ну, наверное, наверное, более всего страшно то, что люди вдруг, вот, ну, внезапно, например, да, как-то узнают о том, что вот с вами что-то не так. Вот. То есть вам страшно, что люди, ну, поймут, что что-то с вами не так, да, и, соответственно, о вас что-то такое сразу узнают. То есть это что? Это непринятие себя. То есть вы очень сильно себя не принимаете. Плюс, на мой взгляд, довольно сильно вы боитесь людей. То есть вот страх, страх, страх перед людьми, он, вот, у вас, ну, на мой взгляд, довольно сильный здесь. То есть, ну, вот, вот, если мы говорим, да, как-то вот о том, ну, что вот вы чувствуете, если мы говорим о том, что вы ощущаете. То есть, ну, я не буду утверждать насчет социофобии, да, но вот в этом смысле провериться, провериться, например, у психиатра или клинического психолога, например, наличие, например, наличие у вас социофобных проявлений, ну, на мой взгляд, было бы совсем неплохо. Просто, чтобы это исключить, потому что если у вас социофобия присутствует в той или иной какой-то степени, вот, то конкретно, ну, вот, конкретно психотерапия, да, вам будет, ну, не особо просто, не особо, она для вас просто будет эффективна. Вот, то есть, ну, в этом смысле просто вы можете не получить той помощи, которую вы, которую, ну, которую вы хотите, которую вы хотите получить. Не менее важным моментом, как мне кажется, является тот аспект, что вот слишком, например, много вы думаете о других людях, да? Как бы. То есть, вы слишком много думаете о других людях. Почему? Почему вы слишком много думаете о других людях? Ответ довольно прост, потому что вам, ну, видимо, не особо, не особенно, точнее, интересно, взаимос... Ну, ну, не особо интересно, а то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь. И здесь хочется вот спросить, да, как у вас обстоят дела с, ну, с, скажем так, жизненными интересами. То есть, как у вас обстоят дела именно с тем, что вот вам, ну, нравится, что вас привлекает, что вас устраивает, что вас как-то сожигает и так далее. То есть, вот хочется, хочется как-то об этом, об этом хочется как-то вас спросить. Ну, потому что, то, как вот вы уделяете внимание тому, что подумают о вас другие люди, это, ну, это вызывает вопросы. И вопросы, ну, достаточно сильные, давайте вот так скажем. Вот, то есть, это, это достаточно сильные вопросы, вопросы вызывает. Именно, ну, именно, именно в силу того, как вот вы об этом говорите. Что вы даже готовы не выходить из дома, да, лишь бы только вот, там, условно говоря, не сталкиваться с каким-то опытом, да, не сталкиваться с какими-то переживаниями и так далее. Вот, но видите ли, штука вся в том, что для выхода из дома, то есть, чтобы, ну, чтобы я, там, чтобы я захотел, захотела выйти из дома, да, чтобы я куда-то пошла, Нужна ведь мотивация, нужен стимул, вот, нужен именно, что стимул для выхода из дома, вот. Вот, если у вас, условно говоря, ну, такого стимула нет, то есть, если вам не особо чего интересно, например, то, естественно, вы выходите, как бы, из дома, ну, вот, просто-напросто не будете это, это, это понятно. Вот, а также я бы сказал ещё такой момент, я бы, ну, вот, как бы озвучил бы такой элемент, что вот вы спрашиваете, там, что с этим делать, да, а с чем, с этим что делать, то есть, с этим это с чем, с тем, что вы из дома не хотите выходить, или с тем, что вы накручиваете себя, и с чем, с чем, с чем вы хотите что-то сделать, вот. Вы, поясните, поясните, пожалуйста, этот момент, вот. Он достаточно важен, как мне кажется, вот, но если вы спрашиваете про психолога, то, да, вам пора, вам пора обращаться к психологу, это правда, вот. Только я, например, сильно сомневаюсь, что вы, ну, ждёте, скажем так, да, вот, я сильно сомневаюсь, что вы, что вы ждёте, как бы, разрешения пойти к психологу. На этом всё, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь.